всем большой привет это первое видео где не будет никаких фактов просто хотел поделиться мыслями и думаю что после того как вы просмотрите это видео я сумею для себя отметить что это видео было самым главным за последние 7 месяцев наверное некоторые из вас то недавно подписался или не очень хорошо знает как много мы за последние три года работали на благо армении армянского народа некоторые задают вопрос откуда такая уверенность у наших админов наших коллег журналистов у меня что мы поддерживаем и мы это делаем уверенно и будем делать мы поддерживаем никола пашиняна и его правительство я много раз говорил что как бы много мы не рассказывали о том что было в прошлом и какие есть проблемы перед нами как бы мы не хотели рассказать большое количество сенсаций для того чтобы набрать много репостов и так далее там подобное мы не должны рассказывать более одного процента информации это означает это означает что если рассказывается всего лишь один процент правды о том что творилось во времена роберта кочаряна и серже сарксиана в карабахе это означает что все то что у вас до сей поры вызывало шок удивление омерзение все то что у вас вызывало тошнотворную реакцию на наши ошибки и то что мы вытворяли это все 0 по сравнению с той страшной правды которую скрывает руководство арцаха карабахские генералы и карабахские экс-президенты я никогда не обижаюсь на людей которые начинают говорить что да нет пашинян слабые пашинян так нет пашинян очень сильны потому что то что лежит на столе тот страшный груз которые карабах руководство карабаха и карабахские генералы и карабахские экс-президенты тот страшный груз который стоит на столе вам не виден вы даже не догадываетесь что лежит на столе какие папки какие фото какие документы и с этим грузом нынешнее правительство армении пытается вытащить из болота армению и армянский народ вот с этим грузом который оставили серж сан роберт кучерян и в том числе левонтер петросян нужно разговаривать или пытаться разговаривать с азербайджанской стороной не случайно вы обратили внимание не случайно мы не позволяем на наших страницах ругаться азербайджанцем и армянам и потому что я прям так люблю азербайджанцев или азербайджан нет а потому что мы должны быть объективны мы должны быть честными в первую очередь самими собой а можем ли мы точно понимать где мы говорим правильно где нет если мы не видим тех страшных вещей которые есть на столе у премьер-министра никола пашиняна нет то есть мы даем оценку азербайджану экс-президентам не зная всей информации насколько это объективно вот вы уверены что вы все знаете нет правильно так а если вы не уверены почему же вы ни разу не задумались а что есть на столе такого страшного что вы не знаете что же скрываем все то есть те кто знает это что же скрывается от вас что натворили роберт хочарян сэр сарксиан и их генерала карабахи что все они как ненавидят пашиняна а ведь они очень хорошо знают что пашинян три года поднимает страну правда заключается в том что количество на них компромата преступлений ужасов до такой степени громадная их поступки настолько жуткие были что я не очень понимаю как можно вот я некоторые телеграм-канала читаю ругают азербайджанцев проклинают надо воевать как вы запутались во лжи как можно так запутаться во лжи как но можно так врать потому что любой христианин если увидит все то что есть на столе даже те кто критикуют пашиняна я в этом уверен миллион процентов скажут простите что я вообще что-то писала против пашиняна любой кто увидит все документы все фото и узнает всю правду тысячу раз будет просить прощения я поражаюсь от никола пашиняна что зная о всех этих страшных вещах он даже после войны за семь месяцев вот самих карабахцев не критикует вы знаете вот я очень надеюсь что во время предвыборных митингов он все-таки что-то будет говорить потому что на самом деле я считаю что мы вы знаете какой бы страшной правда не было и с азербайджанской стороны и с армянской стороны это касается азербайджанскую сторону да потому что как мы знаем азербайджанская сторона тоже совершила очень много страшных преступлений о которых она должна рассказывать для того чтобы люди кстати говоря могли понять что с обеих сторон были ошибки и сесть за стол для того чтобы понять как выйти из той ситуации в которую мы не по своей вашей из и вашей воли до желанию попали поэтому наши админы наши журналисты все наши подписчики которые оставались последовательными да у нас есть достойнейшие подписчики и подписчицы которые были последовательными последовательность верность и честность они не каждому даны не каждый воспитан так чтобы быть последовательным, верным и честным. К сожалению, часть наших людей там, где есть польза, там они хихикают. Кстати говоря, удивительно, что мужчины и женщины, у которых дома есть дочь или сын, которые совершили преступление, дают советы Николу Пашиняну. У нас очень много таких людей. Это вообще лицемерие высшей пробы. Знаете, когда вы не идеальны, не вам рассказывать Николу Пашиняну, как он должен поступать. Таким образом, то, что мы слышали по телевизору во времена Сержиса Арктияны и Роберта Кочаряна, это была ложь. И те страшные вещи, те страшные преступления, которые совершили арцахские генералы, армия обороны Арцаха и арцахское руководство вместе с экс-президентами, за этот страшный груз мы отвечали во время 44-гневной войны. Это страшное зло, которое несет месть, да, потому что когда азербайджанцы видят что-то, что у них вызывает слезы, гнев и ненависть, они начинают ненавидеть всех армян. И страдают невинные солдаты. Вот почему экс-президенты и карабахский клан так хотят убрать Никола Пашняна. Потому что во времена Никола Пашняна Армения не молчит, она говорит правду. Потому что в Армении нет никакой ненависти. Вот если в Азербайджане людей воспитывают, да, ненавидеть армян, то в Армении такого нет. И этим мы можем гордиться, армянским народом, который здесь живет в Армении, который просто хочет мирно жить. Так может быть этот грязный компромат из Карабаха нам не позволяет выйти из этой пропасти. Еще раз повторяю, даю честное слово, что даже те, кто критиковали эти три года Никола Пашняна и кто-то пытался его обзывать, я на них не обижаюсь. Достаточно ему знать три-четыре вещи из всего грязного груза и они скажут простите, мы ошибались. Посыл моего видео следующий. Покопайтесь как следует. У вас наверняка есть карабахцы, друзья, знакомые. Спросите, о чем говорит Рома Багрисалян, что мы карабахцы скрываем от всех. Хорошего дня!